Пагдасаров, Пагдасаров, ты откуда сам? Я сам с Карабаха, братан. Из какого города? Мартуни. Мартуни, вот смотри, да, вот в советское время в Карабахе же нормально жили армяне, правильно? Мы жили очень нормально, у нас все родственники жили в Баку. У меня дядя Арменикенде жил, он был участкован там, милиционером. Блин, ну миллионер был твой дядя Арменикенде. Миллионер был, миллионер. Участковый в Арменикенде, это все равно сейчас, я не знаю, быть мэром Баку. Арменикенде, армянин участковый, это просто пи*** как круто, это как прибыльно. Это просто охренеть, это круче генерала. Участковый в Арменикенде там зарабатывали из каждого окошка, просто зарабатывали на всем. Он до сих пор говорит, говорит, что зачем вот это мне нужно было сто лет здесь, в Днепропетровске жить. Ему азербайджанцы приезжают, его, ну, уже пенсионеры, да, все. С Лянькирана приезжают. Вот честно скажи мне, кто жил лучше, например, твой дядя, когда был участковым в Арменикенде, в Баку, или потом, когда он уехал куда-то в Россию, уже вот так вот. Вот честно. Честно, в Баку когда жил. То есть у него был хермят, его уважали, почитали, правильно? Он мог равносильно призывать к закону, к суду, то есть арестовать спокойно мог и азербайджанцев, и армян, и любые национальности, правильно? У него был закон, у него были погоны, правильно? А твоя семья родилась в Карабахе, то есть на территории Азербайджанской республики. Ты говоришь, у тебя азербайджанский паспорт, у тебя, значит, метрика была, да, такая, зеленая метрика, открываешь, там написано Азербайджанская сеть Карабахская автономная область. Область, да, у тебя область, у тебя написано НКО, Нагорно-Карабахская автономная область, правильно? Паспорт я просто так сказал, у меня метрика так написана, паспорт я в Днепропетровске получил, мне было 14 лет, я уехал. Вот девушка спрашивает, в Армянекенде жила, как звали, зовут дядю, он был участков в Армянекенде. А где жили они? Вот девушка пишет, я жила в Армянекенде 18 лет, кто он? То есть спрашивает, дядю как звали? Армо. Армо, знаете, Армо был участковый. Сына Арарат, второго сына Арсен. И он жил охрененно, да чему имнюха, представь, город Степанакерт, Карабах, этот самый, мэр города Армянин, заместитель мэра Армянин. Армянекенде участковый Армянин, чего не хватало, ну реально, чего не хватало. Кто-нибудь сейчас, вот кто-нибудь в Степанакерте живет сейчас лучше, чем твой дядя в Армянекенде. Кто-нибудь, хрен из два, блин. Его как министра, наверное, в Карабахе встречали. Когда он приезжал в Карабах, нам мешками, мешками вещи привозил. Мешками. Там не то, что один подарок взял, приехал. Вот работа, да, у него была, статус был. Нахрен ему эта война нужна была. Ради чего? Ради того, что столько народу погибло, 30 лет вот этого? Он еще, знаешь, если помнишь, не помнишь, вот это... Спартак, который негра убил. Помнишь, негр тогда плюнул в стакан и убили негра? Он еще тогда был в Шашкову. А, это в Баку было? Убили негра, в том, что он плюнул. Да, убийство в Баку было, братан. Ладно. А убил негра, афроамериканца кто? Армянин убил, Спартак. Армянин убил в Баку африканца, наверное, тот в Азии учился, да? В нефтяной институте тогда. Ну, они в очередь и стали. В очередь и стали. Негр подходит, пиво берет. А очередь была этих пацанов. Ну, они начали этот... Негр плюнул в стакан и говорит, напей. А тот... Да, тот нож достал, пару дырек делал. Ты убил его, охренеть. Да. И твой дядя был тогда на участке, да, работал? Да, да, да. Охренеть. Да, тогда такой кипич был, ты что? И что, потом вытащили этого? Или он сколько срок пошел? Да, ты что, как вытащить? По-моему, по жизни не дали. Международное, да, да, отношение. Да. Ну, он был... В отлуге пошел срок. Да. Он был, этот, родственник Рудика. А, Рудик, я понял, да, который, этот, сам авторитет? Да, да, вор в законе. Мы его тоже убили. Да. Рудик какой был, я уже забыл, Сабирабадский или какой-то тоже? Нет. Нет, Бакинский, Бакинский. Да. Офигеть, реально эту историю я не знал. Вы сколько всего знаете, Алла? Твой дядя, наверное, это вообще целая история. Да. Вот девушка, говорит, тоже помнит этот случай. Реально этот чувак взял, в общем, плюнул в стакан, да. Офигеть. Плюнул в стакан. Ну, Негр плюнул в стакан, и так, Негр, страшно, еще плюнул. А говорят, Шестипалы, это что, Рудик Шестипалы был? Его так звали? Да, Шестипалы, это его брат. Рудик Оганов. Оганов, Рудик. А Шестипалов, это Бачкос, его брат. Ну, шесть пальцев было на руке. Реально, офигеть. А вот здесь легенды Бакинские ходят. А, там, они когда Баку жили, этот Рудик, там у них вся семья, это, воры с законом. Но при этом, вот, а участковый был армянин, он тоже, да, жил, в общем, как король. Да. Офигеть. Реально, вот вам уж точно эта война не нужна была, блин. Конечно, сто лет не нужна была. Что мы отсюда, вот, с Днепропетровска ехали на машине через Баку, полторы сутки уже дома были. Ну, Баку остановились, ночью остались, утром поехали в Карабах. А сейчас, чтобы ехать в Карабах, это надо через Америку, Африку поехать. Да, и потом уже в Азербайджан не попадешь. Нет, никак. Да, тогда хорошо. Знаешь, тогда жило столько, 400 тысяч армян жило в Азербайджане, сейчас там 1012 живет, и еще в Карабахе, да, 1019. Ну, сейчас, в общем, 30 тысяч армян в Азербайджане живет, получает. Ну, молодцы. Хорошо жили разве, извини меня, живут сейчас? Вот тогда жили охрененно, блин. У меня родственники, сколько родственников именно с Баку, даже вот в Днепропетровске сейчас живут, и все говорят, что в Баку очень мы хорошо жили. Очень хорошо жили. Ну, вот тогда вот Сильва Капутикян, Зори Балаян, и вот иностранные лоббисты засунули всех в такую проблему. А им нужно было это, им нужно было, чтобы Карабах немножко ограбить, а потом сказать, нам не нужен, уже Паджинян подпись поставил, Карабах заберите. Им не нужен уже Карабах. Дядя твой, наверное, Боку тоже знал. Сейчас когда, многие, это сейчас просто по интернету, сейчас Карабах наш, Карабах наш. Сейчас говорят, что Карабах нам не нужен. Армяне так говорят. Можно пару слов скажу, Кемеран? Вот смотрите, я лично вот за все это время не встретил ни одного армянина, который бы вот в таких разговорах, беседах, во время таких беседах, он хоть на 0,1% жаловался на свою жизнь в Азербайджане. Речь идет о тех, которые жили в Азербайджане. Но не встретил. Они все довольны, они все хвалят, никто из них не жалуется. Но по факту они действительно хорошо жили в Азербайджане. Я всегда говорю, армяне в Азербайджане жили лучше, чем армяне в Армении. По всем вопросам. И социально, и по свободе, и по всем. Но, Багдасаров, смотрите, что интересно. Ну почему вот эти армяне, такие как вы, и так далее, которые вот так тепло рассказывают о жизни в Азербайджане, они очень редко показываются, но очень-очень много армян, вместо того, чтобы открыть эфиры, рассказать своему народу, что нас обманули, нас никаким образом, боком, не притесняли никогда в Азербайджане и так далее, и там подобное, вместо этого они открывают именно бакинские армяне, открывают и карабахские армяне, открывают эфиры, создают сайты и рассказывают об ужасе, якобы, который с ними происходил в Азербайджане. Именно по этой причине они решили... А что происходило с ними в Азербайджане? Может, они воевали, плем попали? Они рассказывают, но они рассказывают. А вот твой дядя как уехал? Багдасаров, твой дядя как уехал? Твой дядя когда даже в войне был, он поехал туда, его друзья встречали, его дом продали хорошо. То есть Баку продал квартиру, спокойно продал дом, все нормально, уехал. Конечно, конечно. То есть его здесь не выгоняли никто, дом его не отняли, все продал, все уехал. Нет, просто говорит, начальник позвал, говорит, лучше уезжать в Арман, потому что с молодежью я не смогу тебе помочь. Азербайджанец, то есть помог начальник твоему дяде Армянину, правильно? Конечно. И тот спокойно продал дом и уехал? Да. Верно? Все, спасибо. Вот так и было. Нет, они все, Кемран, они все почти так и говорят. То, что жалуются в Азербайджане, если что-то делали. Ну, может они именно на войне попали в плен. Нет, нет. Арам то же самое. Его папа то же самое. Помогли, продали, уехали. Арам Александрович. Да, Арам тоже тут есть. Багдасаров. Нет, я этих людей, многих из этих людей, которые сидят и хают Азербайджан, многих из них знаю. И ни один из них не участвовал в войне. Они о войне еще слова не говорят. Они говорят о жизни в Азербайджане до войны. Они настраивают армянский народ против азербайджанцев тем, что якобы армян унижали, ущемляли и так далее. Они это специально делают. Пусть делают. Я их понимаю. Пускай делают. Но мне интересно другой вопрос. Почему те армяне, которые, вот как вы, правду говорите, они не открывают, не собирают свою аудиторию, не рассказывают совсем другое, не рассказывают правду? Вот это мне интересно. Ай, Джан, вместо меня вон Камрад делает. Как будто он мои слова повторяет, когда говорит, что Карабах оставили призвол судьбы. Он мои слова повторяет. Зачем мне этот тикток? Я не бедный человек. Я не конкретно о вас. Я вообще говорю. А Камран, он азербайджанец. Его право хатором не бывает. Багдасаров, ты готов признать ради мира во всем мире, ради того, что, может быть, когда-нибудь будут соседские отношения. Что все-таки нужно оставить все как есть. Без этих, понимаешь, без этих вот всяких вот этих ковыряний. Уже вот произошло, произошло. Нужно оставить, как и было всегда. Карабах же был составлен. Я бы очень хотел бы, если вот это, знаешь, как сегодня поспим, утром встанем, утром встанем. Все это забыто. И как раньше жили, люди пускай так и живут. Жалко им. Сосновь Азербайджана. Да, я живу, например, в Днепропетровске, мне очень хорошо. Мне очень хорошо тут. Я никогда не вернусь ни в Карабах. Представь, представь, Багдасаров, представь, Багдасаров, лет через 50, там, армянский кенди в Баку, там, какой-нибудь Ашот становится участковым. Надеюсь, просто афроамериканца больше никто не зарежет. Не, сейчас я, братан, честно сказать, этих мусоров не люблю, не уважаю. А дядя? Он тоже меня не любит. Честно сказать, что... Салам. Кто сказал, что в Карабахе та Азербайджанара?